и при всем совершенство пропорций, изящества линий, и какое богатство фантазий, выдумки вкуса. На лугу, на речном берегу, при луне, в тишине, на душистой копне он лежит на спине и, прищурив глаза, неотрывно глядит в небеса. Не мешайте ему, он занят, он строит, он строит воздушные замки, он весь в небесах, в облаках, в синебе, еще масса идей у него в голове, конструктивных решений и планов. Он уже целый город возгвигнуть готов, даже сто городов. Заходите, когда заходите, берите, живите. Он лежит на спине, на дощатом своем топчине и во сне, закрывая глаза, все равно продолжает глядеть в небеса, потому что не может не строить своих фантастических зданий. Жаль, конечно, что жить в этих зданиях воздушных, увы, невозможно. Ни мне и ни вам, ни ему самому, никому. Ну, а все же, а все же, я думаю, нам не хватало бы в жизни чего-то, и было бы нам неуютней на свете, если б не эти невидимые сооружения из податливой глины воображения, из железобетонных конструкций энтузиазма, из огнем обожженных кирпичиков бескорыстия и песка, золотого песка простодушья, когда бы не он, человек, строящий воздушные замки.